Как правильно ставить задачи копирайтеру? Давайте мы чуть-чуть научимся делать текстовый анализ по собранной семантике и по конкретным ключевым словам научимся составлять техническое задание копирайтера и научим его писать все грамотно, правильно и создавать некий универсальный чек-лист для написания текста на будь любую страницу, будь то карточка товара, будь то описание категории, текст услуги или же это будет статья. Простой некий такой ликбез по созданию контента, который нужно не забывать с точки зрения сил при создании задания копирайтера. Разберем давайте немного, как правильно создавать семантическое ядро, универсальный чек-лист, который есть уже в интернете. Ему можно взять, почитать, не обязательно на нашем сайте. Это видео чуть-чуть позволит обозреть вам прессу и посмотреть, как действительно правильно составляется семантическое ядро. Собственно, что нужно делать для того? То есть, в первую очередь, да, нужно это делать для того, чтобы сэкономить бюджет, чтобы текст писался таким, каким надо, чтобы не надо было потом говорить, я имел в виду другое. Нет, нужно составлять четкое тезе и нужно на это тратить минимум времени. Поэтому мы сейчас разберем, как это делать правильно. Первое, собственно, нужно рассказать о целевой аудитории. Текст пишется для конкретной ЦА. Если это мамочки, значит, нужно четко сказать, что текст пишется для этой целевой аудитории. Если там целевая аудитория, там инженеры, значит, нужно объяснить. Вот эта целевая аудитория, там мужчины, там Жень, или там математического склада ума, там такого-то образования, работающего на каких-то должностях. По поводу целевой аудитории я записал классное видео. Рекомендую сходить его посмотреть. Я рассказывал, как ее искать, какие бывают виды. Если вы слово ЦА слышите впервые, портрет и аватар для вас, аудитория, это что-то новое, сходите, посмотрите это видео. Я там постарался максимально об этом всем рассказать. Поэтому ЦА – это пункт номер один. Пункт номер два – это где будет размещаться статья. В зависимости от, ну, контент, в зависимости от того, где он будет размещаться, он накладывается определенное ограничение. Для блога накладывается ограничение на структуру контента и его определенную там манеру подачи информации. Там есть понятие, как вступление, заголовок и так далее. Для карточки товара вы ограничены размером контента, потому что карточка товара должна быть очень лаконичной. Страница услуги должна быть четко разбита на ограниченное количество логических блоков. Один посвященный описанию услуги, другой посвященный, что входит в эту услугу. Третий – как она, допустим, этапы выполнения этой услуги. Четвертый – это ответы на часто задаваемые вопросы. И пятый – да, это коротко, почему эту услугу нужно заказывать, например, у вас. Вот, то есть такие вот моменты это тоже нужно учитывать. Затем, собственно, после того, как вы выбрали место, очень важна структура. И давайте коротенький лайфхак. Как писать хорошие статьи. Обратим внимание, что сейчас мы смотрим на статью. И как писать хорошую статью, структура должна четко определяться. Заголовок, вступление, какое-то превью, почему эта тема интересна, должен заинтриговать. Сакцентировать внимание, собственно, на целевой аудитории, кому это может быть полезно, если это, допустим, лайфхак. Вот, и перечисление пунктов, и, само собой, важные моменты, примеры и выводы. Это хороший такой рецепт для хорошей статьи. И действительно, эта статья засидит в топе, и не просто так. Как делать карточку товаров, само собой. Давайте возьмем какой-нибудь запрос, там, допустим, лопаты совковые с черенком, допустим. И зайдем в первую попавшуюся лопату совковую с черенком. Да, я выбрал, наверное, наобум. Как вы видите, с описанием товара все очень просто. Это очень короткое описание, которое четко говорит по поводу этого товара, и больше ничего. То есть, попросту оно дополняет самые важные элементы контента, характеристики. И, конечно же, элементы с картинкой, и какие-то технические данные, типа наличие доставки и тому подобное. В этом плане, пример карточки товара, на самом деле, она должна быть короткой и емкой. Не надо здесь писать простыни. Контента на карточке товаров предостаточно. Это и характеристики, которые вытягиваются плагинами и функционалом вашего сайта. И элементы, которые повторяются из сайта в сайт, где рассказывается информация, как доставлять, какая доставка, где находятся, отзывы, которые подтягиваются сами. Описание должно быть небольшим. Если, допустим, вас интересует пример услуги, давайте возьмем страничку технический аудит. Техни... Нет, давайте аудит юзабилити. Юзабилити. И вот так вот зайдем. Так, и давайте найдем... Странно, что-то я... А я, наверное, сейчас с российского IP, поэтому мы сейчас себя найдем, где мы находимся. Вот мы. Вот, зайдем на себя. И вот пример страницы услуги. Как вы видите, описание, оффер, четко разбитый блок, определение, что входит, то есть, четко расписаны пункты, этапы, что анализируется, часто задаваемые вопросы, ну и, собственно, информация, которая нужна для заполнительного заказа. Все. Контент разбит четко по логическим блокам. Поэтому ты закопирайтера на страницу услуг, нужно четко прописывать по этим блокам. Определение. То есть, ключевое слово это, это отдельный блок. Ключевое слово, что входит, как делается, допустим, этапы услуги. То есть, все ключевые слова, связанные на слово этапы, ведут визуальные блоки. То есть, при сборе ключей для конкретной страницы у вас получаются вот такие вот маленькие кластеры, которые вы собираете при помощи различных сервисов. Например, если мы сейчас зайдем в Яндекс.Вордстат и попробуем собрать ключевые слова для, например, темы аудит юзабилити. Сейчас мы как раз его включим и посмотрим. Так, вот сейчас запускается Яндекс.Вордстат. Возьмем тему аудит юзабилити и соберем по этому запросу слова. Вот, аудит юзабилити. Почему я взял такую тему? Потому что, в принципе, сематика будет не слишком длинной, надеюсь. И все, что мы увидим, нам все и нужно будет. Так, пока он думает. Вот он все ключи нашел. Вот, если мы сейчас добавим все слова в нашу тему. То есть, в нашу утилиту, конечно же. Вот мы скопируем его. И еще можно взять, допустим, тему юзабилити сайта. Здесь чуть больше слов. Но все равно их тут ограниченное количество. Их в целом немного. Вот мы их все скормили. Копируем. Закидываем наш кластеризатор. Кластеризатор у нас находится в утилитах. Вот утилита кластеризатора семантического ядра. Вставляем сюда наши ключевые слова. И, пожалуй, давайте… Мы ничего здесь не скрываем. Нам нужны каждые кластеры, даже самые маленькие. И смотрим. Юзабилити сайта, юзабилити аудит – это одно и то же. То есть, на самом деле, она собрала все в одну кучу. Собрала все в одну кучу, то есть, провести. То есть, она просто нашла все слова, которые встречаются. Заказать – это чисто в блок коммерческий. Заказать аудит юзабилити однозначно есть смысл, потому что есть трафик. Уделить внимание разделу стоимости. Сколько стоит аудит юзабилити? Прописать стоимость. Это чистый пример заголовка. Не забудь, допустим, чем отличается аудит юзабилити интернет-магазина. Прямо в семантике можно упомянуть. Аудит интернет-магазина является таким-то, входит такой-то чек-лист, например. Чек-лист указать, допустим, какой существует. Бесплатно что можно сделать. Примеры юзабилити сайтов. То есть, это то, что можно все учесть. Потом принципы юзабилити, как вы видите. И тут, например, юзабилити мобильного сайта вы видите маленький кластер. Всего лишь такой один небольшой кластер. И юзабилити дизайна сайта. Такая фраза. Что-то уйдет в вопросы. Что-то уйдет в блоки. И вот семантику нужно распределить вашему копирайтеру, для того, чтобы эти ключевые слова идут в вопросы, эти ключевые слова идут в блок такой, такой, такой. То есть, вы должны создать структуру сайта и распределить ее по блокам. Это довольно-таки несложно. Возвращаемся к нашей теме. После структуры четвертый этап. Не забываем про уникальность. Уникальность проверять можно разными методами. Среди текстовых анализаторов существует самый популярный, это Text.ru. Мы можем скормить любой написанный текст в Text.ru и проанализировать его. Text.ru – это бесплатный сервис. Проверить себя на уникальность. Конечно же, мы сейчас возьмем ради интереса какой-то текст и скормим его вот непосредственно в этот сервис. Понятно, что он сейчас скажет, что текст не уникален, но нас это сейчас не волнует. Нас волнуют другие тоже показатели. Текст нужно проанализировать на уникальность и на ряд других ошибок. И, конечно же, что мы будем смотреть? Это орфографические ошибки. SEO-шный анализ текста на заспамленность и вводу. И, конечно же, уникальность. Пока он проанализировал только эти показатели, будет работать над 113 текстов в очереди. Поэтому мы пока подождем и посмотрим другие показатели. Друзья, приветствую вас. Меня зовут Руслан Байбеков. Я Product Marketing Manager и специалист в области Digital Marketing. Это не совсем стандартное видео. Снимаю с телефона. Меня снимают с телефона. И это, наверное, исключение. Обычно все-таки я стою в студии, перед камерой. А здесь у нас вокруг лес, березки. Вот. И сейчас хочу поговорить с вами о том, как проверить качество контента. На самом деле, качество контента проверяется в первую очередь реакцией на этот контент. Если реакция вызвана любая, пусть это будет негатив, пусть это будет позитив, это значит, что текст сработал, контент сработал. Это может быть видеоконтент, это может быть текстовый контент. Это значит, что вы добились чего-то. Если мимо вашего контента прошли, пролистали, не заметили, это значит, что смело удаляйте его и записывайте, пишите, редактируйте, переделывайте, создавайте новый. Что важно? Ну, в первую очередь, если мы говорим о текстовом контенте, да вообще в целом даже о видеоконтенте, речь всегда необходимо показать редактору или корректору, для того, чтобы как минимум избежать каких-то грамматических ошибок, пунктационных ошибок, чтобы сделать текст чистым и легко читаемым. Далее, измеряйте конверсию. Если мы видим, что обычная конверсия у вас как, ну, там, не знаю, н процентов, а при публикации этого контента она упала, соответственно, скорее всего, контент здесь как-то вы не попали, да, в струю, что-то надо переделывать. Далее, измеряйте величину отказов времени, проведенного на странице. Если вы видите, что время на странице увеличено по отношению к среднему, это значит, что контент зацепил, что люди его читают. Ну, естественно, лучше поставить цели, чтобы понять, что люди дочитывают контент до конца, до середины, да, и как-то вообще изучают вашу страницу. Ну, и, конечно же, очень важно – это комментарии. Если ваш контент не вызывает комментариев, если под вашим видео нету комментариев, значит, что-то вы сделали не так. Либо его просто не заметили, тогда надо… Проблема в другом, мы об этом сейчас говорить не будем. Либо же просто видео не вызвало никаких эмоций. И тогда, опять же, вам необходимо все переделать. Поэтому вы можете посмотреть видео мои на промо-пульт ТВ, на кибермаркетинге и увидеть, где есть и какие комментарии. Я вижу, если комментариев нет, я понимаю, что что-то я здесь не попал. Ну, либо тема неинтересная. Опять же, моя вина. А если я вижу, что комментарии, пусть даже негативные, где вы взяли этого чудика и почему он так картавит, шепеляет и вообще неприятно говорит, ну, как бы это уже коммент, это уже человек пытался почитать, просто я им не понравился. Такое тоже бывает. Наверное, вот таким вот образом необходимо проверять качество контента, то есть по реакции вашей аудитории. С вами был Руслан Байбеков. Всего вам самого доброго. Как проверить качество написанного текста? Это лучше всего отдать эксперту в данном направлении. К примеру, если вы мне дадите текст по рекламе, по SEO, я смогу оценить качество и сказать, хороший это текст или плохой, или какая-то ерунда. Только эксперты могут это оценить. При этом даже классный текст, необходимо, чтобы его подредактировал какой-нибудь специалист. Лучше всего это дать редактору, потому что редакторы могут посмотреть на текст с другой стороны и сказать, понятен он им или нет. Даже вот большие компании иногда дают тексты 12-летним детям, чтобы они прочитали и сказали, качественный или нет. То есть понимают они что-нибудь или нет. Вы можете дать им мороженое там или еще что-нибудь подкупить, чтобы они прочитали ваш текст и дали свою оценку. То есть текст должен быть максимально просто написанный и понятный практически любому человеку и при этом он должен нести действительно какую-то полезную информацию. А это может оценить только эксперт. Объем. Какой нужно писать объем? Согласно нашим анализам, оптимальный объем для Google это 200 слов. Это 200 слов всего контента на странице. Если контента на странице в блоке Body меньше, то соответственно страница считается малоинформативной. Да, на них может находиться мало страниц, они тоже могут занимать топ, если допустим это какой-то веб-сервис. Но 200 страниц это некая норма, от которой поисковики, что Яндекс, что Google считают контент полезными. 200 слов. Сколько это символов? 200 слов. Сколько знаков? Это примерно... Ну давайте посмотрим. Обычно от 7 до 11 знаков приходится на 100 слов. Так, посмотрим слов. 1000 знаков это 150 слов. То есть 200 слов это где-то полторы тысячи знаков. Это некий хардкор минимум, который нужно делать. Поэтому всегда обычно заказывают 2000 знаков на минимальный контент. Это такая некая правило. Ну для карточек товаров напоминаю, что там есть контент, который подтягивается автоматически. Это характеристики. И они уникальны уже по умолчанию для каждого товара. Они же тянутся из базы данных характеристик товара. Поэтому они будут уникальными. Поэтому описание там становится меньше. Что нужно делать со статьями? У статей есть хорошие такие вот пределы. От 8 до 16 тысяч знаков это некий внутренний лимит ваших статей. Все, что больше 16 тысяч знаков читается тяжело. Все, что меньше 8 тысяч знаков выглядит неполным. И такие страницы легко переранжировать. Но все, что находится вот в этой кривой Гаусса от 8 до 16 тысяч считается оптимальным. И мы действительно высчитали, что где-то 12-16 тысяч знаков является оптимальной золотой серединой для написания статей в блок. Минимум 8 и до 16. Это довольно-таки большие объемы, но я говорю, что это работает. И если вы пишете в блок статьи, это оптимальный вариант для разработки контента. Разбейте, условно говоря, статью на блоки. Блоки выберите при помощи кластеризации, при помощи подбора вопросов. Это можно использовать в серпстат, в любые другие сервисы, для того, чтобы собрать эти вопросы. Но разбейте статью на блоки. По поводу страниц услуг, я уже говорил, объем зависит от количества блоков и контента, который вы в него привнесете. И здесь очень важно в страницах услуг, учитывая ключевые слова, избегать прилагательных, а оперировать цифрами и фактами. Это работает гораздо лучше, чем прилагательные. Страницы услуг не любят прилагательных. Вот. Ну и, конечно же, дополнительное пожелание. Это здесь очень важно. В этой статье не учтены очень важные факторы. Изображение. Статьи должны всегда снабжаться изображениями. Иначе это будет пустая статья. Хорошие статьи всегда чередуются какими-то изображениями. Что может быть? Это может быть таблица, это может быть цитата, это может быть вставка видео, это может быть вставка цитаты из соцсетей. Да, в виде виджета. Это может быть просто фотография. Фотографии, коллажи. Это может быть инфографика. Вы просто даете таблицу и просите, чтобы отрисовали инфографику. И, конечно же, это все нужно грамотно прорисовывать, и дизайн изображений должен быть единым, то есть формально, если вы вставляете что-то в контент, оно должно узнаваться. Внутренние фотографии сайта должны примерно иметь одинаковый формат, а, само собой, другие элементы сайта должны выглядеть, конечно же, тоже по-своему одинаково. То есть, цитата с Facebook, понятно, она будет одинаковая, но инфографики должны узнаваться, изображения и фотографии должны быть примерно одной ширины. И это тоже очень важно, когда подбираете контент. Структура заголовков. Ни одному копирайтеру не говорят, какая должна быть структура заголовков для статьи, а я считаю, это must-have, это важно. Давайте ему майндкарту будущей статьи, какие элементы статьи он должен учесть. Создавайте майндкарту, анализируя контент конкурентов и, конечно же, свои собственные собранные ключевые слова. Совмещайте в майндкарте контент конкурентов и ключевые слова, их заголовки и внедряйте их в статьи. Таким образом, вы будете получать клевые статьи, которые действительно дают огромное количество трафика. Благодаря этому у нас есть статьи, которые просто нам приносят огромное количество трафика, потому что они грамотно структурированы. И если зайти, допустим, на наши статьи, которые мы недавно писали на нашем блоге, можно найти статьи, которые имеют огромное количество просмотров. Вот, допустим, там по квори, хорошая статейка, старенькая у нас достаточно. И, допустим, если найти какую-то еще постарее. Вот, 7 секретов техники Эвереста. Вот, пожалуйста, то есть, как улучшить ваш тайтл. И вот, собственно, блоки, на что нужно обращать внимание. Сразу эти блоки были прописаны. Соответственно, вот, например, 5 технологий и 28 нюансов. Вот заголовок. 6 показателей качественного заполнения профиля. 7 приемов работы с полезными вопросами. Правильно отвечаем на вопросы. Разрабатываем схему задействия с СЦА. То есть, все сделано для того, чтобы разбитая статья была по блокам, а каждый блок еще и пронумерован для того, чтобы он имел свою ценность. Поэтому на это очень важно обращать внимание. Вот, мы заметили, что закончился наш анализ. Да, он сказал, что текст, конечно же, не уникален, что он украден. И даже кто-то его еще украл, оказывается. Но не важно. Вот. Но что мы обращаем внимание, это заспамленность и вода. Это те самые показатели, которые используются копирайтерами для того, чтобы растянуть текст. И есть некие критические цифры, которые нужно не переходить. Некие грани, которые нельзя переступать. Заспамленность считается оптимальным значением, как мы видим. Точнее, заспамленность лимита считается до 30%, у воды до 15%. Заспамленность – это когда закидывается огромное количество поисковых ключевых слов в текст. То есть, когда статья просто запилена ключевиками, и ключевиков слишком много. Ключевики нужно синонимизировать и разбавлять. Иначе статья напоминает просто перебор ключей. Вода – это когда используются трюк копирайтерами для того, чтобы заполнить пустоты небессмысленными словами. Например, на сегодняшний день это типичная вода. Никакие предлоги на самом деле считаются водой. Их обычно должно быть немного. И с наречиями и с предлогами нужно быть очень осторожными. Вы иначе так заспамить это, зальете водой статью просто благодаря этим словам. То, что мы говорим, не равно то, что мы пишем. Я записываю видео, могу сказать ряд повторяющихся слов, но читая статью, конечно же, мы не любим читать воду. Есть такая особенность. Ну и, конечно же, можно изучить другие примеры, как создаются ТЗ. Если вас интересует, как писать ТЗ копирайтеру, напишите нам в Telegram, либо напишите нам на сайте. И мы вам можем подсказать, допустим, сделать одно ТЗ, вы посмотрите, как оно выглядит, ну и дальше будет понятно. Если вам нужны будут эти услуги, то всегда можно обратиться, я только рад. Особенность составления ТЗ для копирайтера, на самом деле, вот там есть много нюансов. Очень важно, чтобы вы заранее писали копирайтеру title и description. И то, и другое должно быть написано заранее. H1 должен быть написан заранее. Структура заголовков должна быть, если это статья, написана заранее. Это все нужно давать заранее. Копирайтер должен только дать вам контент. SEO-шник ставит ТЗ копирайтеру, пишет все сразу title, description, обязательно пишет, какие должны использоваться ключевые слова и где желательно они, по идее, должны быть. Это должен быть блок, посвященный вот этому блоку. Здесь должны быть отвечены на вот эти вопросы. Ну и, конечно же, очень важно описывать, если посмотреть на другую статью, какие существуют требования, нужно проверять, конечно же, грамматику. Грамматику проверять можно разными методами, можно тем же text.ru. Например, если вам нужно проверить грамматику на всем сайте целиком, идеально подходит, конечно же, Screaming Frog. В Screaming Frog можно проанализировать фактически любой сайт на ошибки, выбрать, например, все страницы и изучить ошибки на этих страницах. И, допустим, посмотреть, допустим, часть страниц и проверить, какие ошибки встречаются. Утилита позволяет посмотреть до сотни ошибок самых разных. И вот можно посмотреть, какие ошибки бывают. Вот, можно найти, какие ошибки встречаются. Он, правда, может говорить, что это не ошибка, но, допустим, где-то он говорит, что там есть косяки. И, допустим, грамматические ошибки можно сразу посмотреть, там пропущенные запятые или тому подобное. Казалось бы, это Screaming Frog. Он анализирует ошибки, там, в тайтлах, в дескрипшнах. Но он еще и оценивает грамматику. И довольно неплохо. Да, у него сложное срабатывание. Это все у него настраивается. Но, позволяйте посмотреть грамматику, Screaming Frog может сейчас любой. Поэтому, когда вы хотите создать ТЗ-копирайтеру, однозначно воспользуйтесь Screaming Frog. Вы проанализируйте статьи, где надо исправлять ошибки. Ошибки тоже являются очень важными. Ну и, конечно же, не стоит забывать про понятие оформления и редакционная политика. Статьи нужно уметь проверять. Это очень важные такие пункты. То есть, статья должна быть написана желательно в Word. Мы рекомендуем писать в Google Doc, потому что из Google Doc легче доставать документ в формате HTML. Как это сделать? Откройте любой документ в формате Google Docs. Просто абсолютно любой. Мы сейчас зайдем в любой документ Google Doc. Просто мы сейчас зайдем в диск и что-нибудь откроем. Давайте я сейчас найду какую-то из своих статей. И когда вы открываете любую статью, вот, например, мы открываем эту статью, вы можете нажать «Файл», «Скачать» и вы можете скачать так называемую веб-страницу. Скачивая документ как веб-страницу, он скачивается сразу со всеми картинками. И для верстальщика, то есть для контент-менеджера, который будет ее заливать, ее будет легко залить. Вот она идет в формате HTML. То есть ее, в принципе, можно залить вообще в формате HTML по факту. Вот она, собственно, просмотреть код страницы. Ну, тут, конечно, она вот так вот выглядит отвратительно, но можно это отредактировать в формате HTML редактора и попросту залить. И, конечно же, уже HTML-документ. А сами картинки, вот они лежат все, их можно все открыть и, конечно же, посмотреть. И фактически мы всегда работаем с копирайтерами, мы просим, чтобы все тексты создавались в формате Google Doc. Если вам понравилось это видео, пишите, пожалуйста, нам на наш канал в виде комментариев вопросы мне, я с удовольствием на них отвечу. Если вы пропускаете выходы новых видео, иногда такое бывает, не забудьте на колокольчике выбрать уведомлять о каждом выходящем видео. Видео у нас сейчас начали выходить чаще и на это действительно нужно обращать внимание. Если же вам нужно уведомление из других сервисов, вы не любите, чтобы в YouTube было, можно зайти, записаться к нам в Telegram-группу и в Telegram-группе выходит уведомление о каждом вышедшем видео и подкасте на нашем канале. Контент у нас выходит очень много. Очень много людей, на самом деле, смотря наши видео, либо улучшили показатели своих сайтов, либо устроились на работу. И на прошлом вебинаре, вот у нас был действительно случай, человек рассказал, что реально вырос CTR в поиске на 0,3%. Это практически на 10% от реального значения. Это довольно круто, поэтому мы только за, чтобы вы смотрели наши видео, учились, внедряли и продвигали свои сайты. А если вам нужны будут уже такие услуги потяжелее, то, конечно, можно обратиться ко мне. Всех благ, всем топов и, конечно же, всем успешных продаж. Пока!